25 лет – важная дата для всех участников театральной студии «Вдохновение», которая открыта на базе Жаворонковской библиотеки. Андрей занимается здесь уже пятый год. За это время юный актер сыграл немало ролей, но в день юбилея волнуется как в первый раз. Перед зрителями он выступает сразу в трех постановках. А сегодня мы будем играть сценку «Несмеяна», где я буду царем. Мы будем играть «Колобка», где я буду, по-моему, «Зайцем». Я не помню, перед выступлением нервничаю. А в «Красной шапочке» я буду играть «Волка». Создатель студии Ирина Сергеева вложила весь свой опыт и творческие идеи в то, чтобы увлечь детей разных возрастов. Ребята занимаются пластикой, сценическим и актерским мастерством, постановкой речи. А сценарии к постановкам, которые пишет Ирина Александровна, всегда радуют зрителей своим креативом. И сцену украсить, и подготовить номера, чтобы было просто, интересно. И смешно, и конкурсы мы готовили, естественно, и альбомы подбирали, и стенды оформляли, и с грамотами. Ну, в общем, все, что можно, это все длилось очень долго. Конечно, огромное большое всем моим родителям театральной студии, они, конечно, мне очень помогали. Ну, и сотрудница моя Аня мне помогала, поэтому, конечно, труд был огромный. В программе праздника были не только яркие выступления, но и фильм о творческой жизни коллектива, а также веселые конкурсы и лотерея. Деятельность студии проходит не только в стенах Жаворонковской библиотеки, но и по всему округу. В том числе участники проводят мастер-классы, концерты и театрализованные представления для ребят с особенностями развития. Очень благодарны. На День защиты детей она всегда придет. И мы сейчас с ней вместе, с Ириной Александровной, ездим к нашим солнечным деткам в Голицыно. Вот, то есть у нас вот такой еще с ней новый проект родился. Этот проект будет продолжаться и в будущем. Ребята готовят новые сказки к праздникам. А двери театральной студии и вдохновения всегда открыты для новых ее участников. Руководитель ждет детей на своих занятиях. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».